Неудачный денежный пиар обернется для минского фотографа немалым штрафом. Мужчину, который разместил рекламу на белорусских банкнотах, суд Октябрьского района обязал выплатить штраф. Впрочем, сам обвиняемый заявляет, что он никакого отношения к этому не имеет. Когда деньги пахнут рекламой, узнавал Владимир Королев. Сперва он был продюсером, завидным женихом, потом двоеженцем, а сейчас фотограф и телеоператор. Очередной скандал с тем же лицом, но новым именем будоражит Минск уже второй месяц. Тогда в интернете появились сообщения о том, что один из столичных фотографов сделал рекламу на купюрах общим номиналом в 50 миллионов рублей. За рекламу своих услуг на банкнотах Алексей, а вернее Альберт Акимов, по решению суда должен выплатить штраф в 2 миллиона 600 тысяч рублей. И хотя дело вызвало небывалый интерес в средствах массовой информации, сам фотограф и оператор говорит, что на этом точка не поставлена. В ближайшие дни Акимов обжалует вердикт суда. По закону у него есть на это 10 дней. Если раньше парень с удовольствием хвастался этой идеей интернет-изданием, то сейчас Альберт заявляет, никакой рекламы он не делал. Впрочем, парень никак не поясняет и фотографию рекламных денег на фоне его рубашки. Во всем виноваты, говорит, проказники-поклонники. Я думаю, это либо мои конкуренты делали, либо просто почитатели моего таланта. Кого осуждали был Алексей, а я по паспорту Альберт. Это уже как бы не урядится. Потом с Министерства торговли никого не было, ни представителя, ни с Национального банка тоже никого не было. Мы вынуждены будем бороться до конца. А, допустим, если брать перечень этих вот веществ, не было ни печати, не было ни самих денег. Сейчас та самая страница в социальной сети, которая так широко разрекламирована на купюре, заморожена. Впрочем, сам Альберт Акимов хочет вернуть аккаунт Алексея Акимова. А поможет ему в этом сооснователь самой популярной социальной сети в СНГ Павел Дуров, уверен телеоператор. Я думаю, что это рук, опять же, чьей-то организации, либо каких-нибудь людей. Я уже написал письмо Павлу Дурову, который рассмотрит и поможет мне ее восстановить. А вот это, серьезно? Да. Ну я же знакомый с ним, реально. Я тебе потом фотки покажу. В 2004 году кабельный американский телеканал размещал рекламу на деньгах. Тогда креативное агентство отправило тысячи банкнот с отклеивающимися наклейками на деньги в десятки баров Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. А вот печати на купюрах в СНГ впервые появились год назад с рекламой МММ. Вот и получается, что и фотограф, и телеоператор пострадал. Только этот негатив сделал ему неплохую рекламу. Владимир Королев и Дмитрий Чумак. Агентство теленовостей.